Девушки отдыхают 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 пару поселков поглотил. А вот люйберцы наоборот, за 10 лет откатились со второго места, на восьмое. Почему они откатились на восьмое? Потому что постоянно теряют территорию. В 10-х годах они потеряли район Котельники, который был выключен из города Люйберцы, и сейчас самостоятельный город. А так, в принципе, люйберцы все время... Город. Город Котельники. А был не город, был район Люйберцы. Ранее. Так вот, люйберцы постоянно теряют территории, начиная с 70-х. Что они потеряли в 70-х? Какой район? Не Красовку. Они потеряли в 70-х. Ну, 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 как мудря którego район Люйберцы 100-х. КОНЕЦ ic Tigers They're in, you know, из подмосковья а город такой не хочу говорить не хотите странно какой самый большой город московской ул с ногинск ответ неверный балашиха он недавно ну не да не то что недавно лет 8 назад недавно года лет пять назад он продавил полумиллионный рубеж а сейчас лет восемь назад стал самым большим городом а до него какой город был вы уверен что балашиха самый крупный уверены потом потом проверите а второй город два года назад был но и ногинск сам не ногинская ардон подольск подольск был лет восемь назад он в течении 50 лет был самым большим городом области вот его балашиха обогнала но не но балашиха обогнала его за счет поглощения иных городов то есть она поглотила город железнодорожный такой был если слышали например из больших поглощений вот нет теперь такого города он или является территорией города балашихи да вы значительно лучше меня знаете да а вот если если вам интересна эта тема вот тут такая такая противоречивая политика правительства московской области он дает балашихе разрастаться а в то же время есть и город в московской области тоже так сад близко к москве сразу подскажу который наоборот теряет свои территории теряет свое население и он когда-то был вторым городом после подольска еще лет 15-20 назад второй город занимал второе место а сейчас он откатился на восьмое за счет утери территорий это какой город не можете догадаться вам интересно а то некоторые сказали не есть действительно интересно потому что там не знаю мытищи в своих границах уже лет на на 100 город люберцы город люберцы постоянно теряет территории семьи семидесятых он потерял не красавку восьмидесятых кассино и жулебина в нулевых белую дачу а в десятых потерял котельники сейчас котельники выделили воде вот потели потери ли берется то город котельники выделили в отдельный город то есть город люберцы постоянно теряет свои территории в пользу москвы или образование новых городов вот такая интересная политика московской области правительства одним городом дают расширяться а другие наоборот дробят вот с чем это связано я вот лично не знаю наверно с активностью районных играться и районной и городской власти возможно возможно еще а у вас такой большой интерес к московской области откажутся этой информации вы сами из подмосковья что нет у меня особого интереса просто когда я встречаю людей с московской области я с ними говорю об этом потому что с иными об этом говорить бесполезно у меня у меня на кай у меня канал я кстати под записи делаете у меня разные ролики есть но именно когда я встречаюсь людей из Московской области, мне для этой тематики по Московской области, мне вот интересен этот контент. Я могу и на другие темы беседовать. Если есть вопросы по иным темам, задавайте. Ну, хорошо. Меня интересует такой вопрос. Зеленский, когда выиграл выборы, он предложил один из вариантов, как решить проблему возврата Донбасса. Это не трогать их, не воевать, не военным путем, а сделать в Украине настолько высокий уровень, или, по крайней мере, перспективу показать, настолько хорошую в развитии Украины, чтобы они сами согласились. Приведу референдуму, чтобы они сами согласились. Я понял. Это не Зеленского идея. Это идея, в общем-то, так людей нет большого ума. Ну, а в то же время она, как бы, само собой разумеющаяся, которая высказывалась до Зеленского, еще при порохе, что, если вы хотите вернуть территорию, значит, население должно быть заинтересовано возврате. Оно будет заинтересовано возврате в том случае, главным образом, если у вас уровень жизни будет больше, чем у них, и значительно. И это Зеленский просто повторил. Да, он повторил такое, я ж не спорю. Ну, повторил, естественно. Ну, вы видите, естественно, у него ничего не получилось. Какой-то разумный. Естественно, у него ничего не получилось. Но он, по-моему, даже не начинал ничего. Ну, он и не мог начинать, господи, в стране, которая, я вообще считаю, Украина, это гнойная отрыжка коммунистического режима, но в стране, которая, так сказать, в которой коррупция зашкаливает, олигархи правят, что он может сделать? Единственный положительный шаг у Зеленского по сравнению с Порохом, это то, что он прекратил давление на московский патриархат. Это, это вот есть такое, есть такая фишка. Помните, как при Порохе, без конца там, ну, российское телевидение немножко, конечно, сгущало краски, но, тем не менее, там были факты, конечно, давления на на священников, на конкретные церкви, чтобы они переходили в этот самый, так называемый, киевский патриархат. Но сейчас, вот по Зеленскому это все прекратилось, да. Это вот единственный положительный момент про него. Если вот вас интересует такая ситуация. Ну, да, я немножко информацию такую видел с нашего телевидения, там, про захваты храмов, с драйвами, с откровлениями. приезжали там силовой силовой отряд приезжал, выгонял от них прихожан вместе там с батюшкой. Вот. Иногда, говорят, до сих пор некоторые храмы практически туда не ходят, те, которые были захвачены таким. Ну, да, да. Я это слышал. Кстати, говоря, если я вижу такой человек интересующийся, есть, типа, такие троллинговые, есть серьезные. Ну, хорошо, если нет вопросов, всех благ. Или есть вопросы? До свидания, удачи вам. Или есть вопросы еще? Да, наверное, были вопросы, но что-то все улетело из головы. Ну, ладно, подписывайтесь на канал, задавайте в письменном виде, отвечу. В виде комментов под роликами. Ага. Все, до встречи, всех благ. Всех благ. И здесь на этом перекрестке Вы повыживаете. Вы откуда будете? Здорово. Откуда? Откуда будете, если не секать? Подмосковье, а вы? Торонто. Какой город Подмосковье у вас, если не секать? Торонтовка. Мы Тища. Ага, А вы откуда приехали? Торонто. Из Харькова. А, Харьков русский, Вы что, не жалеете, что приехали? Возвращаться не хотите? Да я бываю каждый год. Что, это же, это же не, это же не при коммунистах возвращаться, что-то, с концами. Сейчас захотел, вернулся. У меня и квартира, у меня и квартира есть и в Харькове, и в Москве. И в Москве даже. Да, в Москве. Ну, купил подреноваться, 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 в Царицево. Какой, кстати, вот, я с подмосквичами люблю беседовать, кстати, заходите на мой канал, может вам интересно будет, Ден Клуб называется. Если заходите, я вам дам название, напишу. Вот, с подмосквичами я беседую об особенностях географии их региона. Как вы думаете, или может, знаете, какой самый большой город в Московской области сейчас? Ну, на ваше мнение, это же не экзамен, на ваше мнение, как чувствуете, так и отвечаете. Ну, не знаю, матища, может быть, нет? Не, ну, матища никогда и не было, и в тройке не было никогда. Сейчас самый большой город Балашиха, он недавно преодолел полумиллион, он недавно преодолел полумиллионный рубеж. Но он не реально большой. Да, но он стал большим за счет того, что правительство Московской области позволяет ему поглощать иные города и населенные пункты вокруг. Допустим, был такой город ранее, наверняка слышали, железнодорожный, да? Конечно. Вот, сейчас нет такого города, сейчас уже это район Балашихи. Вот. А в то же время в Москве, ну, Балашиха стал где-то лет 8-9 назад самым большим городом, вот за счет этого всего поглощения. А до этого, если вас интересует, был город Подольск самый большой, сейчас он второй город, Подольск. Ну, вот, а ранее был, когда Подольск был первый, вторым городом был тот город, который сейчас откатился на восьмое место за счет того, что в правительство Московской области в отношении его действует абсолютно противоположным образом, чем в отношении Балаших. Он, наоборот, его дробит постоянно. То есть, отщипывает куски в пользу иных городов. Можете догадаться, какой это город? Не знаю. Ну, вам интересно? Я вам скажу. Не очень. Ну, ладно, не очень. Ну, а Торонто, тем более, неинтересно зрителям. Если что интересно, по Торонто справлю. Ну, дорогой товарищ, взаимно вас тоже. Взаимно вас тоже. Празднуете? Ну, что значит празднуем? За стол пока не садимся, знаем, сегодня день космонавтики, вечерком, как бы. Сегодня день космонавтики, вечерком, как бы. Ну, молодцы. Дай вам Бог здоровья. А вы откуда будете? А откуда вы? Ну, я ж вас первый спросил. Ну, я ж вас первый спросил. Я с Москвы. А, а я из Торонто. А с Москвы, с такого муниципального района? С какого муниципального района? С города Одинцова. А, а говорите с Москвы, я вас понял. А, а говорите с Москвы, я вас понял. Ну, вы все равно, некоторые не знают Одинцова, понимаете? Ну, я знаю, что некогда. Ну, я знаю, что некогда. Если человек не знает Одинцова, значит, не образованная личность. Не образованная личность. Я могу даже остановить. Я могу даже остановить. Я могу даже остановить. Остановки от Одинцова до Москвы, Баковка, Трёхгорка, Немчиновка, Рабочий посёлок, Сетунь и Кунцево. Филипп после Кунцево, а потом Тестовская, Беговая и Москва-Белорусская. Да, да, правильно. А какой самый большой город в Московской области? Ну я думаю Дмитров, наверное. У Дмитров даже по-моему двадцатка не входит. Откуда вы взяли сейчас Дмитров? Так, ну подождите, давай подумаем чуть-чуть. Так, ну Лектарь маленький. Так, что там у нас ещё? На Рафаминск, он меньше Одинцова. Кубинка тут вообще маленький. Ладно, не мучайте. Самый большой город в Московской области сейчас. Город Балашиха. Город Балашиха. Да, ну сколько там в Балашихе населения-то? Балашихе уже больше поллимона населения. Балашихе уже больше поллимона населения. Да нет, это вы вместе с Реутовым считаете. Нет, нет. Реутов не считаются, но они поглотили. Реутов не считаются. Они поглотили город Железнодорожный, вот вместе с ним уже считались. Да Железнодорожный там далековато до Балашки, он отдельный муниципальный район. Уже поглотила Балашка город Железнодорожный лет 8 назад. Да? Ну я не знаю. У меня там друг в Балашке. А раньше до того самый большой город области был город Падонос. Но Падонос сейчас тоже очень большой, он расстроился. Он второй город в области. Он второй город в области. У Ласеха большой. А соседка, он был совсем не разговорник. Да дураковаляй. Разговаривать, разговаривать. Почему же тогда в утилитарном государстве, правильно, в утилитарном государстве, правильно? Великобритания утилитарная государство. Германия утилитарная государство. У них есть один... Думаю, не надо никому... И Android это такая специфичная, потому что даже у кого есть... Android это айфоны, да? Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русские это какой чей отвечает. Просучье семя выведем за родную Россию, как руси их рассеют. Тяжела будет Иисусове. Паркафорский был. Был сделан украинским угодом ночлением. Пытаясь. Да, да. Украина, кто... О, все же. Группа экономического... Группа экономического... Но ты мне улица родная И мне погоду дорога Группа экономического...